Приветствую вас, то что вы делаете, да, то есть вот, употребляете в пищу вредные продукты, фастфуд, ночное, сладкое, это и есть по сути дела самообман, то есть уже сейчас вы обманываете свой мозг, потому что вам требуется, вам требуется что-то, у вас есть какие-то желания, а вы удовлетворяете их через еду. Вот, и если у вас очень, очень острая форма этого, то нужно обратиться к врачу, это называется булимия, болезнь называется булимия, когда человек ест, 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 ест. Если вы можете контролировать это, ну, то есть это не принимает серьезные масштабы, то нужно анализировать, как давно у вас это получилось, оно началось, с каких пор, какие у вас отношения в семье, какая у вас социальная позиция, чем вы занимаетесь, насколько вы удовлетворены своей жизнью, насколько вы успешны с вашими начинаниями, как обстоят дела с самооценкой, с уверенностью в себе, с постановкой целей, с постановкой задач, с занятостью, с развлечением, не напряжены ли вы, не раздражены ли вы, чувствуете ли вы себя в безопасности, чувствуете ли вы себя значимым, любите ли вы себя, потому что очень часто люди переедают именно потому, что им не хватает любви, им не хватает безопасности, ну, по разным причинам, вот, и разные люди переедают из-за разных причин, ну, вот, поэтому, например, через НЛП, технику НЛП, вы можете, конечно, обмануть свой мозг и вы можете забыть о еде, это достигается и через гипноз, но, по большому счету, у этого есть одна серьезная, негативная сторона, заключается она в том, что тот мотив, тот паттерн, который привел вас к тому, что вы переедаете, он никуда не денется из вашего подсознания и будет по-прежнему влиять, только теперь он будет влиять уже на что-то другое, он теперь уже будет как-то по-другому себя проявлять, поэтому я полагаю, что нужно искать то значение, которое вы, которым, которым вы наделяете еду, именно, именно вредную еду за месяц, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, как-то корректировать свое поведение, то есть, может быть, употребляя вредную еду, вы чувствуете себя более, ну, более значимым, или вы чувствуете, что высказываете протест, или вы ощущаете безопасность, так, как я уже говорил, либо вы получаете свою долю любви через поглощение пищи, то есть, я рекомендую вам поанализировать, поисследовать свои чувства, в тот момент, когда вы не можете успокоиться, что вы хотите, то есть, что стоит за этим желанием, вы же сыты, значит, именно голода вы не испытываете, значит, здесь что-то другое, вот нужно поисследовать и найти первоисточники, вот там, вы, во-первых, обнаружите то решение, которое вы приняли, что, значит, тот паттерн, который ведет вас, по этой дорожке, и вы сможете его изменить, конечно, если будете застрять на этом, внимание, да, конечно, если будете с этим работать, вот, пока что еду вы избегаете, то есть, по сути, то, что вы злоупотребляете пищей, есть процесс избегания, и то, что вы предлагаете нам, предлагаете в своем вопросе, это тоже, по сути дела, избегание, то есть, защитный механизм, вот, соответственно, нужно вот этот, эти моменты поисследовать, и тогда уже будет понятно, как вам можно будет помочь, какие методики использовать и так далее. И еще раз повторюсь, что если все достаточно серьезно и критично, то лучше обратиться к врачу, вот. А если вы страдаете лишним весом, как вы говорите, то, соответственно, стоит рассмотреть, во-первых, вариант физической нагрузки, чтобы лишний вес сжигался, во-вторых, я рекомендую подумать о том, а не употребляется ли вы еду именно из-за того, что чувствует себя, например, не таким, как, ну, как вы хотели бы себя видеть, вы ругаете себя, обвиняете себя, и обвиняете себя, употребляете еще больше этой еды, чтобы иметь возможность себя обвинять, тем самым, облюдая некое такое болезненное спокойствие, болезненное равновесие. Вот, в данном случае имеет место быть, конечно же, негативный сценарий, который заложен в вашей семье. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!